Регистры отопления. Насколько они эффективны? На что обратить внимание при их монтаже? Какие у них плюсы и минусы? Я уверен, что большинство из вас представляет, что такое регистр отопления, но пару слов о его конструкции все равно стоит сказать. Это обычные стальные трубы, сваренные между собой в комплекты. Регистры. Горячая вода бежит по ним и нагревает их. Внешняя поверхность трубы нагревает воздух, воздух нагревает помещение. Главное правильно рассчитать, какое количество тепла необходимо вашему помещению, сколько труб и какого диаметра понадобится, чтобы сваренная вами система отопления смогла рассчитанное количество тепла раздать. В чем их преимущество? Во-первых, это просто. Такую систему может собрать любой квалифицированный сварщик. Купили трубы, сварили, система готова. Второй плюс. В такую систему заливается много воды или любого другого теплоносителя. То есть, если ваша котельная остановится, то остывать помещение будет долго. На этом плюсы закончились. А что с минусами? Во-первых, большое количество теплоносителя требует более мощных насосов. Они и стоят дороже, и электричество потребляют больше. Во-вторых, большое количество теплоносителя обладает большой инерцией. Когда ваше здание днем прогреется теплом от солнечного света, регистры не смогут резко сбавить мощность, и здание перегреется. Мало того, что в этот момент вы могли бы сократить расход тепла, так еще из-за высокой температуры ваши работники, скорее всего, вспотеют, выйдут на улицу наперекур и заболеют. Убытки от этой проблемы могут исчисляться миллионами. В-третьих, если вы правильно рассчитаете диаметр и длину необходимых вам труб, то вы сильно удивитесь стоимости этих материалов. Не так-то и дешево это получится, как казалось на первый взгляд. Я часто встречаю заказчиков, которые говорят, да у меня на старом производстве было всего три трубы 76 диаметра, и тепла мне хватало. Они упускают, что помещения разные, температура теплоносителя разная, так как может быть на его старом помещении использовался пар, и ему для раздачи тепла надо гораздо меньшую площадь поверхности. В современных системах используется температура 65-85 градусов, и уже трех труб 76 диаметра вряд ли вам хватит. В-четвертых, ежемесячные расходы на отопление регистрами вас сильно удивят. Смотрите, у нас стоит регистр, он греет воздух. Горячий воздух поднимается наверх, остывает и опускается сюда. Чтобы здесь сделать 18 градусов, под потолком будет 40. Я называю такой способ отопления топить деньгами. Когда котельные раздавали халявный пар, каждый второй умел хорошо варить, а цены на металл были копеечными, такую систему отопления можно было использовать. Но сейчас это нерентабельно. Если мой рассказ был вам полезен, и вы хотите больше подобных видео, подпишитесь и поставьте лайк. Если бесполезен, тогда пишите гневный комментарий, мы обязательно примем его к сведению и постараемся исправиться. Если вы в данный момент решаете задачу по отоплению, тогда звоните по телефону или переходите по ссылке в описании к видео на наш сайт, оставьте заявку и получите бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с отоплением вашего объекта. До новых встреч!